Зрители в дворце спорта Кимберлид будто болельщики на чемпионате мира по футболу. Создают шум дудками, кричат слова поддержки, машут плакатами с флагами. Болельщиков, как и состязающийся команд, 24 группы. Тематика сегодняшних конкурсов – это дружба народов. Посвящены наши соревнования столетию Якутской АССР. Сегодня каждая команда представляет какую-то народность. Они пришли к нам в гости и принимают участие. Тематика связана с охотой. Все конкурсы – это охота и рыбалка. Каждая группа поддержки облачилась в национальные костюмы. Например, работники КСК выступали за Чеченскую республику, а карачаевцев представляли сотрудники «Алмазика». Болельщики угощали жюри национальными блюдами. Мы представляем республику Коми, город Сыктывкар. Вот наши болельщики начали готовиться буквально вчера. Шили костюмы, приготовили блюда национальной республики Коми. Пришли победить, занять первое место. Конечно, я болею за свою команду корпоративного университета, которая в этом году представляет ваш Киров. А как вы поддерживаете команду? Как мы поддерживаем команду? Команду поддерживаем команду. Активно, бурно. Соревнования проходили в форме эстафет. Работники «Алмазной компании» и бюджетных учреждений «Мирного» мерились силой, ловкостью и выносливостью. За точностью выполнения заданий следили судьи в форме природоохраны. Болельщики не остались в стороне. Для них провели отдельный конкурс за счет команды участников. За первое место у нас предусмотрен кубок победителя. Это у нас традиционный самый кубок. И поощрительные призы, конечно. Дружба дружбой, а кто лучший, выяснить нужно. Главный трофей соревнований забрала команда ДЮС США. А МПТ и КСК получили медали и грамоты за второе и третье место. Соревнования проходят ежегодно, так что у других подразделений «Алроса» есть шанс поставить кубок в своем офисе в следующем году. Вадим Ахмадулин, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край».